Многие ученые склонны объяснять вот такие подобные катаклизмы глобальным потеплением, хотя президент США этот процесс, похоже, не волнует. Дональд Трамп на неделе публично объявил о выходе страны из Парижского соглашения, которое подписали 190 стран, и Беларусь в том числе, для борьбы с повышением температуры на планете. Вот кому глобальное потепление не на руку, так это улиткам. Эти моллюски не переносят жару и любят влажную погоду. В общем, нынешний май в Беларуси их явно порадовал. А потому развелось их у нас в несметном количестве. И вообще Беларусь может стать крупнейшим поставщиком улиток в Европе. Только за последние пять лет наша страна заработала на экспорте этого деликатеса около 4 миллионов евро. Галина Бурона неделя отправилась на охоту. Кот-мажор своей любви к ползучим соседям не скрывает. Правда, дружба дружбой, а обед по расписанию. Мажор не прочь полакомиться и вареным моллюском. С таким звучным именем в еде он уж точно разбирается. За ними никакого ухода не нужно. Трава растет, они ее кушают. Живут в естественных условиях. Идешь и собираешь чистый экологический продукт. Если закрыть их в закрытом помещении, то кормят комбикорм специально. Вкусовые предпочтения своих рогатых подопечных хозяйка агроусадьбы в городовском районе знает прекрасно, как и то, что моллюски – это главная фишка ее туристического бизнеса. Драники с начинкой, шашлыки, суп, пельмени и еще порядка 15 блюд Анжелика Костюкевич готовит из мяса обычные виноградные улитки. Экзотика на отдыхе привлекает десятки иностранцев. Сейчас улитки больше начали пользоваться спросом. Конечно, народ стал проявлять большой интерес к ним. И много кто спрашивает рецептик. Просто люди не знают, как их готовить. С переводчика у меня были на усадьбе гости. Француз сказал, вот, отлично, вкусно. О бизнесе на дарах природы 14 лет назад задумались владельцы фирмы «Вгродно». Посчитали и решили, улитка стоит выделки. Сегодня это предприятие единственное в Беларуси занимается производством замороженного деликатеса в промышленных масштабах. Обеспечивает внутренний рынок, экспортирует продукт в Россию, Францию, Италию, Испанию. У нас есть заготовители штатные. Закупают они в деревнях, в селах. Ну и свозят нам уже на базу собственным транспортом, либо мы помогаем. В этом году цена закупки улитки была для населения 33 копейки. Туда входил еще подоходный налог, что составляло 38 копеек. 4 миллиона евро. Именно столько за последние 5 лет заработала наша страна на экспорте улиток. По оценкам специалистов, Беларусь вполне может стать крупнейшим поставщиком моллюсков в Европе. Это при том, что в наших широтах они прижились случайно. Вид был завезен в 16 веке как украшение для парков и садов. Живет он и размножается замечательно. И та выборка, которую делает фирма, то количество, которое заготавливает на популяцию, совершенно не влияет. Тем более выбирается она не вся. Определенных размеров, довольно взрослая, уже достигшая половой зрелости улитка. Поддавшись улиточному мейнстриму, мы тоже отправились на своего рода тихую охоту. Это сродни поиска грибов, смотреть на довоба. Гурманы уверяют в невероятном вкусе эскарбон, а где его приготовят, как не в лучшем ресторане города. Здравствуйте. Здравствуйте. В течение 7 дней продержать дома в какой-нибудь посуде с добавлением их подпитывать минеральной водой, чтобы их организм очистился от всего того, что они употребляли за это время. Неделю ждать, конечно, долго. На помощь пришли все те же замороженные моллюски, согласно надписи, по-бургундски. Попробуем их приготовить вместе с шеф-поваром Александром Тарасевичем. Из улитки употребляется не все, даже заметно по ракушке. Темного цвета, это все идет у улитки кишечник. И его не едят, выбрасывают. А ножка, которую можно есть, это вот от темной части и до основания, до начала улитки. Это, в первую очередь, афродизиак. Богатая улитка белком. Кто на диете занимается спортом, можно употреблять неограниченное количество мяса. Замороженный продукт неприхотлив. В приготовлении на несколько минут в духовку, затем выкладываем в тарелку. Последний штрих – красивая подача. И вот эскарго готова отправиться в зал для посетителей. Есть золотое правило. Журналист обязан прочувствовать свой репортаж. Вот и сегодня без дегустации не обойтись. Улитки принято подавать с белым сухим вином. Но мы на работе, поэтому пробуем просто так. Мне кажется, если не знать, что это улитка, то очень вкусно. Впрочем, польза не только для организма, но и для кожи. В индустрии красоты давно используют переработанную улиточную слизь. Природному эликсиру молодости клиенты доверяют. Чувствуется легкое ощущение кожи лица. Приятно. Надеюсь, что выйду с эффектом. Конечно, польза будет. Улиточную слизь добавляют в маски и кремы, но и химии там немало. Косметолог из Витебска Ольга Мазилова признается – больше доверяет живым улиткам. Увы, с огорода на лицо клиентам их не посадишь. Санитарные нормы. Хотя, уверена, процедура имела бы хороший спрос. Если улитка посадить на коже лица, она еще дает лифтинговый эффект, потому что идет микромассаж тканей. Она прорабатывает абсолютно всю область. Руками так проработать нельзя. В нашем законодательстве не предусмотрена эта процедура, потому что улитки должны продаваться в аптеке, то есть стерильно. Белорусские леса усыпаны красивыми ракушками, но ниши для улиточного бизнеса пустуют. И пусть моллюск в нашей стране имеет прописку уже пять веков, его почему-то продолжают считать экзотикой. Возможно, настало время рушить стереотипы. А на неделе – перспективный бизнес, который просто ползает под ногами. Изучали Галина Буро, Анастасия Бут, Сергей Ковалкин и Анатолий Бояринцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова